Своих воспитанниц конно-спортивный клуб Светлана встретил накануне. Каждая из них привезла награды. Такой результат, по словам руководителей школы и тренеров первой, за долгое время. Сочинская команда, казалось, даже лучше титулованных спортсменов, отличили сразу в нескольких маршрутах. Очень достойно выступили наши спортсмены. Это самый главный турнир для наших спортсменов, который проходит в конце сезона, то есть он завершающий. И 9 призовых мест – это очень достойно. Были сложности, конечно. Приезжал выставитель маршрута из Питера, ставили очень серьезные маршруты, дистанции, высоту. То есть, ну, все было на достаточно высоком уровне. В общем зачете среди взрослых всадников и юношей под названием «В честь пограничников России всех времен» первое место заняла Валерия Кузьминова. Ее 9-летний конь-сюрприз полностью оправдал свое имя, сделал подарок партнерше и с точностью выполнил упражнение, превзойдя даже мастеров спорта. Сюрпризик, ты вообще молодец. Спасибо тебе большое. А знакомы они всего два месяца и много времени на подготовку к соревнованиям не было. Такого результата никто не ожидал. Это просто был звездный час, потому что первый раз в жизни у меня вот так получается. На этой лошади я сижу не такое большое количество времени и у нас просто с ним срослось все. На Кубке пограничников повезло то, что остальные всадники сделали по повалу. А я проехала чисто и по времени уложилась. Вместе с сюрпризом Валерия стала серебряным призером Кубка Анатолия Ивановича Пахайло и обладательницей бронзы на приз совета молодых депутатов Краснодарского края, а также стала кандидатом в мастера спорта и выполнила квалификацию на чемпионат России. На зимний турнир прошла и Александра Ткаченко. С напарником Роттердамом она заняла второе место на призы депутатов и четвертое на Кубке Пахайло. Сегодня чемпионы заслуженно отдохнули после турнира и приняли вводные процедуры, чтобы завтра опять вернуться в тренировочный режим. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.